Когда-то мы были неразлучны и провели вместе много счастливых, беззаботных лет. Но нашим отношениям не суждено было продлиться долго, и, как это часто бывает, в какой-то момент пришло время двигаться дальше. Порой я очень скучаю по ней и с теплом вспоминаю те дни, что мы провели вместе. Она была прекрасна, и порой кажется, что буквально все вокруг напоминает мне о ней. Я лишь надеюсь, что у нее сейчас все хорошо, и рано или поздно она вернется ко мне. И она вернулась! Да, та самая Лариса Крофтовна, деятельность которой подпадает под статью 244 УК РФ на другательство над телами умерших и местами их захоронения. Вот, да. Но любим мы ее не только за это. Так что давай смотреть, что нам подвезли в ремастере трилогии Tomb Raider. Начну с главного. К проекту привлекли команду Gameboys для озвучки. Ну, эрудиция, кто озвучивает Лару? Ну-ка, 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 ну-ка. Я бы слышал, если честно. Я знаю, кто еще. Лару, поэтому... Единственное слово. Ёва? Сейчас я проверю и скажу. Я тоже что-то задумался. Кроме того, Даур Авицба, автор хорошо известного вам игрового портала Stop Game, следил за локализацией и контролировал множество других процессов. Также в титрах Tomb Raider появилось имя Тимура Гагиева, известного как X-Proger. Именно он является создателем проекта Open Lara, ныне замороженного, к сожалению. Этот движок для классический Tomb Raider, позволяющий играть на современных платформах. Прежде всего хочется отметить, какую огромную работу проделали разработчики над улучшением графики в игре. Все ассеты и текстуры были тщательно переработаны. Возьмем, к примеру, модель самой Лары. Помимо очевидных изменений в полигонаже главной героини, ей добавили новые анимации. Например, теперь она моргает, а ее руки больше не похожи на руки гнома Эйтри из Войны Бесконечности. Теперь у нее есть пальцы, и она ими даже шевелит. Оставлю тебе твою жизнь, но с руками придется расстаться. Вам может показаться, что это сущая мелочь, но это все не так-то просто, скажу я вам. Картриджи буквально сыпятся у тебя из рук, и ты не знаешь, куда их складывать? Твой выход — это цифровая дистрибьюция. Но как же, как же сейчас покупать игры в нашем любимом eShop? Помогут наши друзья из донатов.нет. Ведь с их помощью вы приобретете карты оплаты в любой интересующий вас регион по очень, внимание, очень хорошим ценам. Обратите внимание на US-регион. Оплата происходит моментально, не нужно ждать. Какой-нибудь менеджер ответит вам в Телеграме или, не дай бог, в WhatsApp. Просто зашли на сайт, купили товар, получили код, получили дополнительные баллы в реферальной программе, а также поучаствовали в розыгрыше, который ребята регулярно проводят у тебя в Телеграм-канале и ВК-группе. Ну а если почему-то вы играете не только на Nintendo Switch, то там вы можете пополнить баланс Steam, купить подписки Xbox, PlayStation и задонатить в любимый вами Fortnite. Ведь вы играете в Fortnite. Эээ, мне можно признаться, я же как доктор. Переходите по нашей ссылке в описании и получаете 5% скидки при регистрации на любой заказ. И помните, пользуясь услугами донатов.нет, вы поддерживаете Nintendo. Ура, товарищи! А если карты вам не нужны, вы мне их приносите, я разыграю их на бусте. Модели оружия тоже стали на порядок лучше детализированы. Если раньше арсенал в игре был собран из низкополигональных прямоугольников, текстурированных под оружие, то теперь это действительно качественные модели с довольно высокой детализацией. Все эти объекты теперь нормально расположены на локациях. Напомню, что раньше многие объекты были представлены в виде 2D спрайтов. Локации тоже выглядят значительно лучше. Особенно это заметно глядя на сфинкса на египетских уровнях. Но если вы любитель острых ощущений, то специально для вас разработчики оставили горячие клавиши для моментального перехода в режим старых пердо... В смысле, в режим того самого графония 90-х годов, который сегодня, конечно же, совсем не выглядит вервиглазно. Ты готов? Это не 1996 Tomb Raider, который я говорил. Из нововведений добавили индикацию подсказок к предметам взаимодействия, чтобы новым игрокам было не так сложно. Хе-хе-хе-хе, слабаки. Но подсказки можно отключить в настройках. Хочу отметить один спорный момент. В игре встречаются места, где с обновленной графикой практически невозможно найти необходимые для дальнейшего прохождения предметы. Например, ключи. Раньше они выглядели так, что их можно было разглядеть с другого конца локации. В обновленной графике их сделали меньше и темнее, из-за чего они зачастую сливаются с текстурами локации. И нам придется часами ползать по одному и тому же месту, не понимая, что нужно сделать для прохождения дальше по уровню. Также в некоторых местах оригинальной игры текстуры некоторых ассетов выглядели растянуто, и эта проблема была также перенесена в новый графический режим. Да, качество текстур значительно выросло, но все равно это выглядит странно. Сальтухи в воздухе, которые, если я правильно помню, Лариска научилась крутить только во второй части серии, в ремастере были добавлены и в первую. Модельки животных тоже претерпели существенные изменения, но они по-прежнему криповенькие. Их не переделывали детально, а скорее просто причесали имеющуюся модель, сделали больше полигонов, более качественные текстуры и карты нормалей. Но все равно медведи по-прежнему выглядят альтернативно одаренными, а волк… ну… Из очевидных минусов, да, графику действительно подтянули, но анимации были разработаны для старого графического режима, поэтому зачастую они выглядят максимально криво. Например, когда Лариска касается своего лица, ее руки проходят сквозь текстуры, а пальцы теряются где-то внутри головы. Физика в некоторых кат-сценах также осталась без изменений, из-за чего она порой выглядит совершенно неестественно, но это даже забавно. В 90-е годы разработка игр сопровождалась целой кучей всевозможных технических ограничений, поэтому зачастую разработчикам приходилось выкручиваться из самых разных ситуаций. Например, заставить персонажа открывать рот во время диалога было крайне проблематично. Именно поэтому в оригинальный Tomb Raider персонажи кивали головой в такт своей речи, чтобы обозначить, кто произносит ту или иную реплику. Теперь же у нас обновленный графон, добавлена анимация речи, но персонажи по-прежнему кивают головой как болванчики, что в режиме обновленной графики выглядит очень странно. Наверное оно и не мудрено, когда в игре сохранен олдовый режим, но мне кажется, что заигрывать с винтажной атмосферой и при этом пытаться завлечь более молодую аудиторию выглядит как попытка объять необъятное. В дополнение к обновленным моделям персонажей и текстур, мы также получаем великолепный набор скайбоксов, которые очень неплохо освежают картинку и добавляют атмосферы. В ночных уровнях первой части вообще не было скайбоксов как таковых, мы просто видели черное небо. Но как бы и за окном в тот момент был 96-й год, так что естественно вопросов это не вызывало и вполне неплохо работало. В ремастере же небо порой прорисовано лучше, чем вся игра вместе взятая. Отдельно хочется отметить полностью переработанное освещение. В некоторых местах разительное улучшение визуала связано не столько с текстурами, сколько с новой системой освещения. Для этого даже были добавлены некоторые незначительные изменения в локациях, типа трещин или отверстий в пещерах, через которые проходил солнечный свет. Но и тут есть проблемки. Некоторые секреты, ловушки или враги в оригинале были намеренно спрятаны где-то в темноте, а новая система освещения палит это все раньше времени. Обратная ситуация с переключателями, рычагами и поверхностями, по которым можно карабкаться. Из-за новой системы освещения их порой очень плохо видно, как и те самые ключи, упомянутые ранее. Звук не претерпел практически вообще никаких изменений. Единственное отличие ремастера от оригинала это добавление эффекта реверберации в некоторых местах, чтобы усилить ощущение пространства. Ну и в целом тут очень долго можно рассуждать на тему всевозможных плюсов и минусов ремастера, но... Есть огромный существенный минус. Опять 30 баксов? Снова, снова 30 баксов за то, чтобы почувствовать себя старым. Да, в отличие от порта той же Готики, тут как бы даже по-божески еще. Там 30 баксов стоило каждая из двух игр. А тут вроде как сборник сразу из трех частей. Но я все равно не готов рекомендовать это к покупке. А для вас старалась команда Panda Game Art совместно с командой Nintendo. Подписывайтесь на наши социалки, на их социалки, на наши всевозможные каналы. Не забываем. И до новых встреч!